Доброго времени суток, друзья! Наверняка вы заметили, что на канале стали периодически появляться выпуски, связанные с альпинизмом. И это неспроста. Мы с моей супругой давно искали такое хобби, которое придется по нраву нам обоим. И клуб альпинистов Арктикальп стал просто находкой для нашей семьи. В данном материале я не буду освещать такие вопросы, как начинались наши тренировки, как мы вязали узелки, как вообще проходят теоретические занятия альпинистов. Если кому-то это интересно, то у меня еще сохранились видео с того времени. Напишите об этом в комментариях, и если будет спрос, то мы смонтируем небольшое сюжет на эту тему. А в сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться и рассказать во всех красках о моей поездке с группой альпинистов на Полярный Урал. Территория Полярного Урала расположилась на границе двух частей света – Европы и Азии. Еще во времена студенчества все мои сверстники съездили на Сопь, а я, к сожалению, не было у меня такой возможности поехать туда. Поэтому эта пятидневная поездка стала для меня вроде как воплощением подростковой мечты. Отправляясь в эту поездку, мы ставили перед собой несколько задач. Главное из которых было совершить восхождение на гору Пик Полярный, высота которой составляет 1309 метров. Дополнительно мы хотели посетить ледник топографов, ледник романтиков и, конечно же, подняться на пик топографов. Но природа внесла свои коррективы в данный маршрут, но об этом, пожалуй, чуть позже. Выехав из города в 9 утра, нагруженные спальниками, палаткой, едой, теплыми вещами, мы не заметили, как за разговорами пролетело время. По прибытию мы перебросили все вещи в тамбур и, выйдя на станцию, по-братски поделили между собой все снаряжение. И затем группа в составе трех альпинистов, в числе которых опытный инструктор Серегов Сергей Валентинович, журналист газеты «Заполярка» Орлов Артемий Николаевич и молодой, но очень перспективный преподаватель Курец Денис Сергеевич выдвинулись в сторону границы Европы и Азии для проведения фотосета. Потратив на это минут 20, мы двинулись в сторону гор, так ненавязчиво, уже восхищающий взор где-то вдали. Фу, идем уже, наверное, часа два. Очень тяжело, потому что под ногами вот такие вот камни очень тяжелые. По ним, когда нога ступает, не очень приятно, можно легко вывернуть. Вот. К вечеру, часам к десяти, сейчас, кстати, часов семь, собираемся дойти до вон того подножья горы. А завтра совершим восхождение на самую вершину. Спустя час мы наткнулись на полянку морожки. Ой, друзья, мы городские жители, избалованные вот этими всеми современными быстрым питанием или там вкусной здоровой пищей, не понимаем настоящих ягод, настоящего вкуса вот этой вот морожки. В детстве родители, конечно, кормили меня этими ягодами, но с годами вкус все-таки забывается. Поэтому, увидев ее, мы накинулись на эту полянку и начали поедать, поедать, поедать эти витамины. И смогли оторваться, наверное, минут только через 30. Так, целая поляна морожки. Вон, мы ее уже поели. Ну, конечно, ну, хоть что-то же осталось. Очень-очень вкусное. Затем группа пошла дальше. Примерно к закату мы добрались до речки, попили горной водицы. Ой, очень вкусная вода. Там видео скажу, наверное, как Боржоми, как Кубай. Ой, уже очень поздно. Очень устали. Чупите. Ой, замечательно. На этот похоже. Как его? Боржоми. Как Боржоми. Кубай. Ага, Кубай. Кубай не визитрованно. А затем двинулись в сторону долины. Для непосредственно разбиения лагеря и там ужина, ночлега. По плану сегодня у нас выход из лагеря в 12 часов и восхождение на две горы. Ну, посмотрим, как получится. Придем тоже часов в 10-11 вечера. Тяжело, конечно. Ну, хотя вот, когда поспишь уже вроде как, спинка начинает проходить и ноги отходить. Но вот, когда дошли вчера, я просто думал, умру. Ребята, там лагеря начали быстро ставить. И я, ээээ, шутаюсь там за водой, еще что-то. Утром, подкрепившись к каше, мы собрали все самое необходимое в деле покорения горы. А именно, небольшой рюкзачок с пищей, который понадобится на вершине. Там шоколадки всякое, всякое такое. И второй рюкзак с веревками, карабинами, касками. Ну, в общем, все, что нужно для безопасности любого альпиниста. Конечно же, мы не забыли знамя клуба Арктикальп, который мы хотели с гордостью поднять на вершине. Все, собрались уже подниматься на вершину горы. Но тут начались всякие проблемы. Флаг забыли. Вернулись за флагом, начали искать флаг. 20 минут искали, нашли флаг. Опять отошли метров, наверное, 30-40. Забыли ручку. Пошли вон они в палатку искать ручку. Спустя два часа мы с товарищами добрались уже до подножия горы. Я для пущей эпичности момента включил айпод, надел каску. И мы начали свое стремительное восхождение на вершину горы Пик Полярный. Примерно останавливаясь каждые полчаса, мы с товарищами травили анекдоты, обсуждали насущные политические проблемы. И всячески убивали время на перерывах. Особенно приятно на перевале скушать конфетку. Потому что пока конфетку кушаешь, становится как-то легче. Но, во всяком случае, твой мозг начинает что-то контролировать. А это уже очень приятно. Так, убивая свои новые тимберленды и стачивая камни казенные палки, ваш покорный слуга так и залез на хребет этой проклятой горы. Вон вершина горы. Еще пару часов и мы на нее зайдем. А вот смотрите, перевал, да, смотрите, озеро вон на перевале, видите, смотрите, классически. Красиво как. А, вон. Да. Сделай фотокадр. Тут, конечно же, у нашей группы открылось второе дыхание. В вершину-то близко просто рукой подать. Нужно лишь обойти несколько жандармов. Жандармы это такие отдельно стоящие скалы. Тут главное действовать осторожно. Ну, благо в нашей команде опытный инструктор, осиливший уже не один семитысячник. Поэтому наше восхождение обошлось без травм и каких-либо еще нелепых казусов. Сняв на вершине записку прошлых гостей из Екатеринбурга, мы зафиксировали свое триумфальное восхождение и пребывание на вершине, растянув стяг нашего альп-клуба. Затем, спустившись чуть ниже, мы отведали шоколадок и немножко сыра. В общем, пообедали для того, чтобы спуск дался чуть веселее. Однако про эту часть истории даже говорить, честно говоря, не хочу. Потому что если подъем на гору дается, ну, есть какая-то мотивация, что вершина, нужно забраться, то спуск с горы это, блин, это так далеко до лагеря. Причем, если именно сам спуск с горы дался довольно бодро, то вот именно пешая прогулка до лагеря очень сильно меня утомила. Я был готов там упасть на каком-нибудь уже камне и просил товарища, оставьте меня здесь умирать. Однако, пересилив себя, группа таки набралась до лагеря и, поужинав с супом харчо, все вырубились в палатках без задних ног. Утро третьего дня не порадовало нас теплым солнышком. Всю ночь в горах лил дождь и господствовал ветер. И, несмотря на то, что большая часть моих вещей была в пакетах, многое пострадало. Как такое произошло? Не, ну, я-то понимаю, потому что верхняя часть пакета в итоге намокает, ну, палатка там немножко протекает, все дела. Поэтому, ну, как-то так. После обеда опять ливанул дождь и мы убивали время тем, что вязали узлы, доедали наши запасы, крепко спали. В общем, всячески готовились к завтрашнему дню. Потому что на общем собрании мы порешали, что если утром погода будет, то мы совершим восхождение на пик топографов. А если погода будет дрянь, ну, как вот тем вечером, то просто сворачиваемся в быстром темпе и уходим на поезд. Так, ну, сегодня погода не радует, что-то сильный ветер, то ли туман, то ли облака это разливается. В общем, непонятно, ничего не видно. Как и предполагалось, новый день не предвещал хорошей погоды. Видимости никакой, а значит в горах делать нечего. И, наспех собрав лагерь, все вещи, покидав тяжелые рюкзаки, мы двинулись в сторону железной дороги. Однако на этот раз наш руководитель избрал немного другой путь, нежели тот, по которому мы пришли в горы. И нам пришлось хлебнуть лихо. Причем хлебнуть лихо в прямом смысле этого слова. В трех километрах до железки группе предстояло пересечь реку, окунувшись, ну, по пояс, по поясу, в воду, вот в эту холодную горную водицу с быстрым течением. Ой, слава богу, хоть не упали. Но когда вышли, конечно, ощущения такие прекрасные, когда у тебя вот все штаны промокшие, ноги насквозь промокшие, холодно еще. Ветерок такой нелайтовенький надувает. Никогда не забуду вот это вот прекрасное чувство, когда ты идешь по тундре, с мокрыми насквозь ногами, злой, проклинаешь всех все и вся. Ну, замечательно. Вот сейчас уже я понимаю, что это было просто офигительно. Но тогда я думал, блин, быстрее бы это закончилось. Добравшись до станции и переодевшись в сухие вещи, мы сели на поезд и двинулись в родной город. Так наше путешествие подошло к логическому завершению. Ой, друзья, я помню, когда приехал, первые дни вот вспоминал все эти условия, в которых вынужден находиться турист, будучи в походе. Все эти стертые о камне ноги, дожди, атаки комаров, промокшие вещи, рюкзаки тяжеленные. И думал, не-не-не-не-не, вот я, да ну нафиг, да больше никогда, да упаси боже, не хочу. Но по прошествии недели, вы знаете, я с теплотой вспоминаю эту поездку на Полярный Урал. И вот хочется, хочется еще поехать, убраться от этой городской суеты, от этих вечных проблем, дел вот этих вот бесполезных, никому не нужных. Просто хочется взять и вырваться в горы. Тем более, что те ощущения, которые ты испытываешь на вершине, их вот никак не передашь. Ни с помощью видеокамеры, ни с помощью фотоаппарата, там, можете хоть тысячи фото гор посмотреть, но вы никогда не поймете, как оно. Какое вот это прекрасное чувство, когда ты ощущаешь на устав такой вот ненавязчивый вкус свободы. Вкладывая свое биение в сердце в таких нелегких испытаниях, мы на чуть-чуть, на вот одно небольшое мгновение, все-таки обретаем свободу. А как же боль, спросите бы. А боль, она забывается со временем, может прийти день, у меня вот неделя прошла, но в конечном итоге боль всегда у вас забудется. А на ее место придет чувство самоуважения, которое нужно постоянно подпитывать новыми испытаниями. Что ж, друзья, это был мой отчет о восхождении на первую гору, пик полярный, 1309 метров. Надеюсь, он вам понравился. А если понравился, то не жмольтесь, отблагодарите меня лайком, поделитесь этим видео со своими друзьями. Если повезет, я скоро похвастаюсь для вас в инстаграме значком Альпинист России. Господа, меня зовут Денис Курец, это видеоблог курец.ру. Не бойтесь путешествовать, искать что-то новое, выходите из зоны комфорта. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok